Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Вот и подобрались мы с вами к интересному бесплатному шаблону на Joomla 4 Helix Ultimate от компании Joomshaper. Я давно уже обозреваю расширение этих разработчиков. У меня выходили платные курсы не раз. На их известный всеми компонент-конструктор страниц SP Patch Builder. А также были бесплатные обзоры их других шаблонов. В этом же видео давайте разберем настройки. Посмотрим, на что способен шаблон Helix Ultimate. Итак, разбор бесплатного шаблона Helix Ultimate версия 2 от Joomshaper. Я уже не раз обозревал шаблоны и компоненты от этих разработчиков. У меня есть и платные курсы по их расширениям. Сейчас вы видите мой официальный сайт fedorvasilv.com. Здесь есть специальная ссылка внизу в Joomla 4 шаблоны. Здесь я то, что нахожу в интернете, бесплатные, официально бесплатные шаблоны, выкладываю здесь для удобства. Здесь вы тоже его можете найти. Вот он, предпросмотр. Давайте сюда зайдем. В каждом шаблоне я предоставляю две ссылки скачать с облака удобно, без всяких регистраций mail-облака. Но версия не обновляемая. То есть я не слежу за этим, я их сюда не обновляю. Этого достаточно, чтобы, например, установить с облака на ваш демо-сайт, протестировать, понять, что да, вам этот шаблон подходит. И потом я рекомендую просто зарегистрироваться. Бесплатная регистрация просто для ленивых. Но если вы понимаете, что шаблон вам подходит, вы регистрируетесь на сайте разработчика, скачиваете актуальную обязательно версию и просто поверх на свой сайт обновляете ее. И уже пользуетесь со всеми новыми фишками, функциями, обновлениями и так далее. Итак, давайте я перейду на сайт разработчика joomshaper.com. Все ссылки будут под этим видео, если вы видео смотрите с YouTube, с Routube или с Яндекс.Дзена. Также все ссылки будут в статье на моем сайте fedorvasiliev.com в соответствующей статье. Значит, смотрите, перед вами сейчас вот открытый предпросмотр. Как сюда попасть, когда вы попадете на joomshaper, вы перейдете... Во-первых, все на русском. Так как я использую браузер Chrome, он автоматически переводит сайт на русский язык. Вот здесь вот можно перейти обратно на английский, если вы не знали. Здесь есть шаблоны. Переходим в шаблоны. Как правило, здесь сразу представлены коммерческие платные шаблоны. Вот здесь есть вкладка «Свободно», то есть «Бесплатно». Нажимаем сюда. И здесь сортируются, показываются все бесплатные шаблоны. Обратите внимание, что многие из них не поддерживают Joomla 4. Например, вот внизу здесь только Joomla 2.5H, 2.5, Joomla 3.3. И только сейчас, на момент записи видео, только два шаблона поддерживают Joomla 4. Helix 3. Вот этот об этом... У меня уже был разбор этого шаблона. Теперь пришла пора разобрать новый их шаблон. Здесь можно сразу скачать, либо перейти к подробности. Подробности мы попадаем вот на такую страницу. На момент записи видео версия сейчас актуальная шаблона 2.0.11. Ее и будем разбирать на Joomla 4. И обновлено 18 августа 2022 года. Сейчас у меня октябрь 18-го. И не так давно это было обновление. Здесь, конечно же, вы можете посмотреть демонстрацию. Но сразу хочу вам сказать, для новичков предварительный просмотр. Сразу можно протестировать, как сайт смотрится на мобильных устройствах. В наше время сейчас это очень важно. Потому что большинство людей заходит сейчас со своих смартфонов на наши сайты. Сразу хочу сказать, вот то, что вы видите. Если вы будете использовать только шаблон, у вас так сайт сделать не получится. Здесь демо-сайт представлен именно с их конструктором страниц Builder SPPageBuilder. В рамках этого видео я буду рассматривать только возможности самого шаблона. Но он хорошо работает в связке с их конструктором. Конструктор здесь вы тоже можете посмотреть. Вот он. Он тоже есть условно-бесплатный. То есть ограниченная, урезанная версия конструктора страниц. И Pro-версия со всеми плюшками. В будущем я планирую записать, обновить свой курс на Joomla 3, который у меня был записан на этот конструктор. В дальнейшем будет платный курс у меня по поводу вот этого SPPageBuilder Pro. То есть как им пользоваться для начинающих от А до Я. Я запишу на Joomla 4 курс про этот инструмент. Потому что не всем нужно будет, например, использовать такой мощный конструктор. Многим достаточно будет просто оболочку, шаблон. Использовать именно возможности шаблона без внесения туда конструктива. Ну, скажем, конструктор отстранит. Поэтому мы будем разбирать именно шаблон, чистый шаблон без конструктора. Теперь смотрите, нажимаем скачать. Опять же, нам не дадут, скорее всего, скачать, пока мы не авторизуемся. Понажать на кнопку скачать. Здесь мы видим 4 элемента для скачивания. Шаблон, пакет быстрого старта для Joomla 3, пакет быстрого старта для Joomla 4 и плагин. Ну, 3 нам уже это неинтересно. Шаблон мы качаем. Пакет быстрого старта. Это Joomla уже с установленным шаблоном, с демо-данными. То есть мы можем отдельным сайтом это установить из этого пакета и использовать это как шпаргалку, чтобы посмотреть, как у них это все устроено. Но быстрый пакет, это у них уйдет, скорее всего, с бесплатным SP-пэчбилдером на борту. Я прибегать к нему не буду. Качать его не буду. Обязательно качаем сам шаблон и обязательно качаем плагин к этому шаблону. Шаблон без этого плагина работать не будет. Нажимаем скачать напротив. Да, вот я сейчас не авторизовался, но у меня все равно скачивание происходит. Вообще странно, потому что раньше они не разрешали скачать, пока человек не авторизуется. Теперь я нажимаю скачать плагин. Открывается окно и я скачиваю Helios Ultimate плагин. Далее, в процессе создания сайта, когда мы будем много сохранять страницы, много будем проверять, как что работает. Очень часто бывает такое, что мы не видим изменения на сайте. Дело в том, что здесь действует кэш браузера. И чтобы нам не заморачиваться, постоянно не дергаться, не сбрасывать этот кэш браузера, я предлагаю действовать все в браузере в режиме инкогнито. В браузере хром, как это вызвать? Здесь есть такие три точки. Нажимаем сюда и можно нажать новое окно в режиме инкогнито. Вот я уже зашел в режиме инкогнито. Браузер такого черного цвета помечается и вот с таким значком. Вот здесь окно в режиме инкогнито. Это мы видим здесь. У меня установлено на open сервере, на локальном сервере Joomla 4 последней версии на момент записи. Это 4, 2, 3, тестовый сайт. И давайте с нуля сейчас все это делать. Как устанавливается шаблон. И да, чуть не забыл, для совсем новичков, кто не знает, что вот Joomla у меня уже установлено, как установить Joomla, если вы таким вопросом задаетесь, напомню для вас, у меня на сайте есть на главной странице fedorvasilv.com есть постоянная ссылка. Вот базовый курс по Joomla 4, бесплатный. Вы сюда перейдете и здесь желательно посмотреть все видео. То есть от установки Joomla и там до установки шаблонов вот эти все ссылки, вот они идут, раздел общий, раздел 2, 3, вот их всего здесь 7 разделов. Вот это все желательно посмотреть для того, чтобы у вас был багаж знаний по базовым моментам самого движка Joomla. Я возвращаюсь к демо-сайту. Здесь я нажимаю система. Меня выкинуло из админки. Давайте я заново авторизуюсь. Расширение здесь нажимаю. И просто с папки Helix Template, это именно шаблон, он весит 1,73 мегабайта. А плагин весит меньше, 778 килобайт. Сначала я устанавливаю шаблон. Просто мышкой перетягиваю архив вот в эту область и отпускаю мышь. Далее я устанавливаю плагин. Установка плагин успешно завершена. Панель управления. Плагины. Кликаю по ID. Кликаю по ID еще раз, чтобы отсортировать и увидеть последние установленные плагины. System Helix Ultimate Framework. Вот этот плагин. Видим, настройок здесь нет, он просто должен быть включен. По умолчанию он у нас, естественно, включен. Далее, сейчас, если я посмотрю на фронтальную часть сайта, у меня стоит родной шаблон Joomla, Cassio Pio. Здесь я набросал несколько статей. Перед вами вот статьи, разбиты на две колонки. Просто простой шаблон. Я бы сказал технический. У него практически нет опций. И для нормального сайта он, я не думаю, что он подойдет. Поэтому мы с вами и выбираем что-то поинтересней. Например, Helix Ultimate. Смотрите, система. Перехожу в шаблоны сайта. Точнее, система стиля сайта. Вот у меня, видите, Cassio Pio. Два шаблона, один дубликат. И вот он, Helix Ultimate. Надо назначить его по умолчанию. Просто кликнуть вот сюда, чтобы здесь загорелась звездочка. Теперь, если я обновлю фронтальную часть сайта, я увижу какую-то смену дизайна. Но пока что, естественно, здесь полная каша. Это понятно, потому что меню не настроено. Меню настраивается здесь по-другому. Социальные кнопки. Helix видим логотип. То есть мы уже что-то с вами видим. И лучше, конечно, настраивать, изучать шаблон на каком-то наполненном сайте. То есть вот с демо-данными, как у меня. Вот я вижу статьи. Ну и давайте постепенно изучать шаблон и сразу наводить порядок. Обычно это все делается сверху вниз. То есть шапка сайта. В шапке сайта у нас социальные кнопки. Телефоны я вижу, контактные. Нам нужно найти, где это поменять на свое. Либо это отключить. Логотип поменять на свой. И меню нормальное добавить здесь, а не вот эту вот кашу сбоку. Для этого на этой же странице я могу просто кликнуть по шаблону. Попадаем на такую страницу. Здесь необходимо нажать на зеленую кнопку Template Options. То есть мы заходим в настройки шаблона. То есть он у нас устроен сразу вот таким вот визуальным отображением. Здесь есть сразу глаза бросающаяся такая плашка, к которой мы можем зажать левую кнопку мыши за шапочку. И вот так перемещать. Это все основные настройки шаблона. То есть вот так вот перемещать. Здесь наверху есть элементы управления. Сразу просмотр иконки на планшете, как выглядит сайт. На мобильном устройстве, как выглядит сайт. То есть сразу с меню. С мобильным меню. Это скорее всего от старых моих наработок. Второй гамбургер меню. Кнопка Save. Это сохранить изменения. Крестик, зайти, выход из настройки редактирования сайта. Русификатор, к сожалению, я не нашел для этого шаблона. Я долго ждал, надеялся, что кто-то русифицирует его. Даже на форуме разработчиков спрашивал про русификатор для этого сайта. Все-таки было приятнее и удобнее. Особенно для тех, ну и для меня тоже, кто не знает английский язык. Но, к сожалению, нет. Поэтому будем разбирать его на английском языке. То, что здесь у нас есть. Итак, первая вкладка Basic. Общие настройки. Если мы на нее кликаем, разворачивается список возможных опций. Первое. Лого, логотип. То есть у вас, скорее всего, так будет развернуто. Вот так эти вкладочки сворачиваются. По крестику закрываются. Итак, лого сразу выбираем. То есть выбранный имидж. Можно просто текст. Вот видим, сразу идет обновление страницы. И главный тайтл сайта, который у меня задан в Joomla, подставляется здесь. Я могу просто здесь набрать «Школа Федора Васильева». Страница обновляется. Вот, если я хочу использовать вместо логотипа именно текст. Пускай это будет текстовый логотип. Лого-слоган. Какой-то текст, который подставляется рядом. Вот он, видите? Какой-то дополнительный текст. Но можем использовать логотип. Тогда выбираем имидж, кнопочку. И кнопка «Загрузить логотип». Кликаем на кнопку «Селект». Вызываем «Медиа менеджер». И можем прямо отсюда загрузить наш логотип. Здесь мы можем нажать «New Folder». То есть это создание новой папки. Например, «Тест». Создаем папки исключительно на английском языке. Вот она, видите? Потом мы сюда двойным кликом заходим. Вот путь сюда. Можем нажать «Upload» с компьютера, загрузить логотип. Либо кликнуть на имидж, вернуться в корень «Медиа менеджера» и загрузить сюда, если хотим. У меня уже логотип здесь есть. Выбираем вот так вот галочкой. Есть кнопка «Delete» удалить, «Cancel» закрыть и «Select» применить. У меня здесь он применяется, и мы видим сразу, логотип помещается здесь. Также Helix шаблон позволяет загружать логотипы для разных устройств. Ниже мы видим кнопки «Retino Logo». Здесь, кстати, можем кликать вот на эти иконочки. На английском языке есть подсказочки. Насколько я понимаю, это логотип для больших устройств, типа телевизоров и так далее. И подсказывает, что размеры должны быть куда больше, нежели родной, точнее логотип для компьютерной версии. Также Mobile Logo. Это я, конечно, рекомендовал бы загрузить. Mobile Logo – это какая-то уменьшенная версия логотипа. Давайте я нажму на «Select» и вот у меня подходит маленькая версия. Ну, сама иконка, скорее всего, большая, ее надо уменьшать. Сейчас посмотрим. То есть вот здесь, видите, логотип представлен с текстом, а для мобилки это просто иконка логотипа, если такая у вас присутствует. Вот здесь она уменьшается, это хорошо. Мы можем прямо здесь посмотреть. Видите, автоматически определяется шаблоном Joomla и уменьшается, и показывается уменьшенная копия логотипа для мобильных устройств. Это современно, это круто. Просто здесь сама иконка у меня очень большая, поэтому она вот так выглядит. Лого, альт, текст. Обязательно заполняйте. Главный тайтл вашего сайта, вашего дела, чем вы занимаетесь на этом сайте. Это для SEO-оптимизации. Тег «Альт» не будет виден на сайте. Это только для поисковиков. То есть вот у меня главный слоган сайта «Школа Федора Васильева», например. Так здесь я могу и записать. Также вы ниже можете размер логотипа увеличивать. Вот здесь вот 36 по умолчанию, нормально вписывается. Причем выбрать не только в пикселе, а там виппорты, проценты и так далее. Для примера я вам покажу. Вот 96 я выбрал. Видите, как он... Ну понятно, что он выбился отсюда слишком большой. Но просто, чтобы вы понимали, если нужно вдруг убавить ваш логотип, то это можно сделать прямо здесь. Здесь также у нас есть фавикон. Это маленькая иконка сайта. Нам рекомендуется загрузить 16 на 16 в формате PNG или в формате GIF. GIF – это формат, который поддерживает анимацию. Ну, давайте загрузим. У меня тоже уже здесь есть. Вот 16 на 16, мой логотипчик. Выбираю его здесь. Как посмотреть его? Давайте сейчас мы нажмем «Сохранить» и посмотрим на сайте. Мы здесь с вами вкладку «Лого» все рассмотрели, настроили. Нажимаем «Save». Идет «Сохранение». Все сохранилось. Иду на фронтальную часть сайта, обновляю страницу. Вот видите, вкладка «Браузер». Вот где главная маленькая иконочка «Фавикон». Вот здесь она будет отображаться у вас на сайте. Отображаться она будет не только здесь. Она будет отображаться в выдаче Яндекса поисковой системы. В первый топ-10 сайтов, если ваш сайт или какая-то страница попадает, она будет брендироваться, так сказать, помечаться такой же маленькой иконкой. И это очень хорошо, потому что многие визуально имеют очень хорошую память. И ваш сайт могут запомнить именно по иконке сайта. Поэтому здесь обязательно мы ее должны тоже подгрузить. Вот наглядно вам покажу выдачу Яндекса. Я отбиваю свой поисковой запрос. Вот мой основной сайт fedorwasilich.com. И вот видите, моя иконочка вот здесь красуется в Яндексе. И у других сайтов тоже ВКонтакте. Вот они есть и фавиконки. На второй странице, кстати, теперь тоже транслируется. Раньше было только на первой странице в топ-10. А теперь я смотрю, что есть... Уже, наверное, давно есть, но я только сейчас обратил внимание, что уже на всех страницах, вот на седьмую перехожу. Да, Яндекс уже учитывает на всех страницах. Это хорошо. Дальше, чтобы мы с вами могли разобраться с меню. Меню, конечно, в самой Joomla вы должны были создать. Или создадите сейчас. И вот с этим давайте сначала разберемся, что происходит здесь. Дело в том, что меню здесь выводится модулем Joomla. И если мы устанавливаем Helix Ultimate, то у Helix Ultimate своя позиция модульная. Меню выводится, так скажем, автоматически, без участия модуля меню Joomla. Поэтому его мы можем просто отключить. Вот у меня ранее был выведен просто модуль меню. В админке я перехожу в модули. Здесь я могу отсортировать по опубликованным. У меня оно называется... Вот оно, главное меню, выводится в позиции меню. Я просто снимаю его с публикации. Но само меню у меня существует. То есть я меню создавал ранее. Чтобы вы понимали. То есть этот модуль, он сейчас отключает вывод меню на сайте. Но меню все равно будет выводиться за счет шаблона. Если я сейчас пройду... Вот MyMenu. Вот они у меня главные. Я выводил статьи, категории, архивы и так далее. Если я сейчас обновлю страницу, то меню у нас сразу располагается там, где она должна быть. Все менюшки, которые я выводил ранее. Плюс у нас добавляется поиск, который вот так вот работает. Но пока что с поиском здесь надо будет разбираться. Какая-то есть некая ошибка. Дальше, пока на английском языке, это возможность авторизации на сайте. Здесь у меня уже логотип был подгружен. И меню гамбургер, который свойственно показывается только на мобильных версиях. Но здесь он красивенько выплывает, он здесь тоже есть. Это все мы сейчас можем с вами настраивать. Вообще, как будет отображаться меню, как оно себя будет вести. Но самое интересное, что многим нравится, многие хотят такое видеть на своих сайтах, это при прокрутке, вы видите, менюшка залипает. Кнопка есть наверх, прокрутка в этом шаблоне. То есть меню очень красивенько здесь залипает. Теперь я возвращаюсь в систему стиля сайта. Возвращаемся в наш шаблон. Переходим на вкладку Basic. Следующий. Вот у нас как раз Header. И здесь уже интересно. Во-первых, по миниатюрам, вот по этим мы можем видеть, как будет отображаться поиск, логотип, меню, позиция поиска. И рамочкой подсвечен топ-бар, который по умолчанию у нас сейчас с вами показан. И это все дело мы можем отключать. Давайте, если мы сейчас просто отключили, я нажму сохранить. Пойдем на фронтальную часть сайта. То есть, если вдруг в каких-то случаях это нужно, мы можем полностью вот так вот просто отключить шапку. Давайте вернем ее назад. Она возвращается назад. И варианты. То есть, вы просто кликайте на вариант. И давайте посмотрим, какие есть варианты. То есть, здесь у нас смещается логотип меню влево. Следующий момент. Здесь социальные кнопки добавляются вот сюда. Они у нас выше появляются. Вы это помните. Следующий вариант. Здесь вы просто... Давайте вот я уберу вот так вниз. Смотрите, телефоны. Да, ну тут что-то можно отключить, переместить. В общем, мы смотрим, какой вариант здесь будет. То есть, меню можно вообще сделать, чтобы оно было свернуто. Центр модал. Давайте я попробую сохранить. Посмотрим на фронтальной части сайта, как это будет выглядеть. То есть, шапка вот так выглядит, но меню при клике на гамбургер, видите, вот так вот всплывает. Давайте посмотрим вот этот вариант. Можем даже здесь его смотреть. То есть, это у нас получается меню вот так вот. И информация, поиск, телефоны, соцкнопки сбоку. По крестику так сворачивается. Давайте посмотрим вот этот вариант. А, ну это то, что у нас было. Пластик. Лайаут. В принципе, делайте, ну в общем, как вам тут нравится. Когда вы определились с основным макетом, ниже есть опции для отключения каких-то отдельных элементов. Во-первых, это высота заголовка, которую можно здесь задать в разных величинах. Enable search, то есть отключить поиск из шапки. Можем вот так его отключить. Ну давайте я его здесь оставлю. Enable login. То есть, вот это возможность авторизации. Кстати, если хотим здесь ее оставить, нам надо будет дальше разобраться, как это на русский перевести. Потому что на фронтальной части сайта нам в любом случае надо какие-то части на русский переводить. Можно воспользоваться константой Joomla, но не знаю, они всегда срабатывают. Позже, возможно, посмотрим. А так, если что, можем отключить и вывести просто пунктом меню или модулем Joomla авторизацию на сайте, там где будет все на русском. То есть пойти другим путем. Или это можно оставить от шаблона, но тогда надо вот этот thing in, то есть войти. Это надо переименовать на русский. Дальше, sticky head, это вот как раз залипание здесь не видно, потому что у нас эта плашка с мобильностью и с кнопками мешает посмотреть. Но если не хотите, чтобы это залипалось, давайте я отключу, сохраню. Пойдем на сайт. Вот у нас шапка сейчас залипает. Если я страницу обновляюсь, то есть шапка будет фиксирована. Мы отключили вот этот вот эффект появления шапки при прокрутке. Дальше, липкое смещение. То есть мы можем задать тут цифры, чтобы всплывающая плашка появлялась чуть позже. Например, если я выставлю просто 2000, то плашка появляется, вы видите, гораздо позже. То есть где-то чуть больше половины страницы я прокрутил, и она появляется. Просто выставляйте значение приблизительное. Здесь нет выбора пикселей и так далее, просто приблизительное значение. Если хотите, чтобы шапка появлялась позже. Мы переходим к следующей вкладке настроек, боди, прелоудер. Ну, это очень классная штука, которая позволяет показывать предзагрузку. Скажем так, вам нужен мощный сайт, и не получается его сделать, чтобы он быстро загружался. И как обходной путь, такое часто используют, это нормально, чтобы человек не видел долгую загрузку сайта, а чтобы он сразу видел, то есть ваш потенциальный посетитель на сайте, чтобы он видел, что что-то происходит, что что-то грузится, чтобы он дождался загрузки сайта, и чтобы человек не ушел. Для этого придумают такой прелоудер. И у нас есть выбор. Вот вы видели, страница обновляется, и в середине появляется некая анимация. К сожалению, нет возможности, я так понимаю, загрузить что-то свое. Но можно выбрать из предложенных именно анимации, то есть что будет появляться. Или логотип ваш можно назначить. Ну, вот клок часы, в принципе, прикольно смотрится. Просто сайт у меня сейчас очень быстро загружается, мы практически не видим прелоудер. Вот немножко видно в центре появляется, еще раз обновлюсь. Вот, то есть сайт будет, если потяжелее, то будет такой предзагрузчик, и это прикольно, что это есть в шаблоне. Я его оставлю. Дальше, боксы, лояут. То есть это возможность сделать коробкой, так скажем, по-русски, если такой макет, который обрамляется слева и права, вот вы сейчас видите рамочкой. Давайте это посмотрим прямо на сайте. То есть сейчас у нас широкоформатная версия, растягивается резиновой, так сказать, на весь браузер. Но есть старый вариант отображения, как раньше сайты были все такие. Это вот такой вариант. Учтите, что длина меню может не влазить, не вмещаться вместе с поиском, с гамбургером там и так далее. И она будет опускаться ниже. Вот здесь вот вы имеете это в виду. Если будете использовать лояут, значит отсюда либо поиск убираем и поиск размещаем где-то модулем ниже. Ну, в общем, это надо смотреть уже, пробовать. Если мы выбираем лояут, то у нас есть возможность загрузить бэкграунд, задний фон, заднюю картинку прямо на задний план. Сейчас у нас там залито белым. Давайте просто я загружу какую-нибудь картинку, попробуем. Возьму некую картинку. Как только мы картинку размещаем, мы видим, она сзади помещается. И когда мы ее размещаем, ниже появляются новые опции. То есть это повторять ли картинку, но не повторять. То есть она у нас вот маленькая здесь появляется. Здесь нужно большое-большое изображение. Позиция этой картинки, например, центр-центр. То есть смещается, мы ее не видим, потому что она за сайтом находится. Давайте сделаем повторять картинку по всем сторонам, по x и y. Вот мы видим разрыв картинки, потому что она у нас дублируется автоматически. Здесь надо просто подбирать. Либо это паттерн, который можно продублировать, повторять по всем осям, и стыка не будет видно. Это специальные такие паттерны картинки. Чтобы картинка много не весила, но тем самым она будет заполнять весь фон. Есть такие некие, они называются паттерны. В интернете их можно скачать. Бесплатные есть сайты. Дальше картинка, вмещение там картинки, то есть растягивание картинки. Вот она сейчас растягивается. Три есть варианта. И вот посмотрите, какой наибольший вам подойдет. Attachments. Это фиксированная картинка. То есть это самый мой любимый вариант, когда мы прокручиваем сайт, а картинка, видите, сзади, она статична. И здесь scroll, но это прокрутка, то, что было вместе с сайтом, она будет прокручиваться. Ну и вот некий такой вариант, который тоже с прокруткой идет. Вот такие здесь настройки. Давайте я верну здесь сайт резиновый, чтобы это было современное отображение. Далее footer, это нижняя самая часть, подвал по-русски, сайта. И здесь у нас две опции. Копирайт, показывать ли. Здесь смотрим. Появляется стандартный копирайт, где по идее мы должны заменить его на свое. Вот здесь вы можете поменять. То есть смотрите, вот это вы не удаляете, это просто год. Вот если, конечно, вы хотите год поменять, тогда вот это можно убрать. Здесь на самом деле подставляться будет текущий год. Я так понимаю, когда настанет, например, 2023 год, то автоматически здесь в копирайте он поменяется. Но если бывает, вы хотите поставить год начала кампании и текущий год через черточку, тогда вот это удаляете, просто на клавиатуре набираете ваш год. И здесь меняете текст на русский, просто набиваете. Это может быть какая-то правовая информация, там, ИНН, ОГРН, там, ИП. Обычно тоже бывает в подвал крепят. Ну, все, что угодно в подвале хотите разместить, можно это сделать. Теперь сама позиция выше. То есть у нас здесь есть вариант. Позиция default сначала стоит. Есть before model и after model. Внешне это никак у нас тут не меняется. И позиция модуля footer 1. Вы можете просто здесь добавить текст копирайта и в позицию модуль 1 назначить какой-то модуль Joomla с вашей информацией. И он будет отображаться именно вот в этой нижней части, потому что здесь выбран footer 1. Давайте это посмотрим в админке сайта. Я здесь нажму сохранить. По крестику нажму выход, так сказать, в консоль Joomla. Перейдем к панели управления модули. Например, вы создаете модуль HTML-код. Вот он. Нажимаем на него. Например, заголовок footer. Заголовок мы не показываем. Demo text. Вот здесь вы, возможно, вам удобно тут картинки разместить, какие-то еще что-то, информацию размещаете. Дальше. Вот как раз позиция footer 1. В поиске. Просто начало начинаю набирать. Вот он footer 1. Выбираю здесь. Здесь состояние опубликовано и привязка на всех страницах обычно это для footer есть. Сохраняемся. Обновляю фронтальную часть сайта, то есть к основному тексту, который в админке можете задать, вот дополняется новый текст. Здесь также можно разбить на колонки этот footer, когда мы дойдем до этого, то есть как это вывести, это можно будет сделать. Вот я просто вам наглядно показал, как это может выглядеть. Или же вы вообще можете вот это все удалить. И тогда будет выводиться только модуль с вашей информацией. Вот у меня Demo text. Дальше. Полезная кнопка прокрутки наверх. Ее, если вдруг не нужно, можно скрыть. Она действительно скрывается, ее нет. Но это прикольная штука, я бы ее оставил. Footer с вами рассмотрели. Social icons. Отображение иконок. Вот они у нас, верхние иконки. И здесь как раз можно убрать ненужные, оставить только нужные. Давайте как это работает. Отключаем, если... Вот сверху у нас есть такой некий бар. Отключаются иконки. Если оставляем... Опять же, позиция модуля топ-1. То есть разметка модульной позиции, чтобы вы понимали. То есть туда можно что-то добавить через модули. Как это в footer я вам сейчас только что показал. Положение элемента. То, что мы с вами уже видели. Визуально пока что я тут не вижу никаких изменений. В каких-то случаях возможно пригодится. И, например, вот они соц.кнопки. Например, если не используете Facebook, видим Facebook URL. Решетка. Удаляем. Нам нужно просто поле оставить пустым. Тогда, видите, оно прячется. Давайте оставим, что у нас здесь есть. Ну, из того, что сейчас работает из русских. Я не знаю. Ну и YouTube, например, можем оставить, если вы YouTube пользуетесь. Skype. User name здесь надо написать. Если хотите, чтобы ссылка на ваш профиль Skype была. WhatsApp есть хорошо. Вконтакте даже есть хорошо. И хорошо, что есть custom. Это произвольная ссылка на второй ваш сайт. Или какой-то другой сайт. Можно здесь прописать. Вот вы видите, у нас здесь все меняется. Добавляется. Или соц.кнопки вы вообще можете отключить. Дальше. Контакт. Информация. То есть также в баре мы видим. Не хотите отображать. Можем вот так вот отключить. Также позиция это в модуле топ-2. Вы уже теперь ориентируетесь, как это может выглядеть. Телефон. Ну, просто пишите свой. Он там заменится. Отдельно мобильный телефон. То есть это получается некий городской телефон, мобильный телефон. Свой e-mail. Проставляйте здесь. И можете указать часы работы. Например, так. Понедельник, пятница. С восьми до семи. Вот тут значок подставляется часов. Там он будет подставляться. Также мы здесь с вами рассмотрели. Следующая страница. Мы скоро откроемся. Если вдруг вы разрабатываете сайт, и люди знают о вашем домене, могут туда переходить, пока сайт в разработке или в реконструкции. Чтобы они не видели, что сайт пока не готов, мы можем добавить страницу заглушки, которую человек будет видеть. А мы, как администраторы сайта, конечно, будем видеть то, что на сайте происходит. Включая эту опцию. Title. Это заголовок. Пишите здесь свой. Там мы скоро откроемся. Например, сайт закрыт. Мы скоро откроемся. Дату, когда откроется. Можно добавить на эту страницу логотип. Background. Image. Social icons. Добавить социальных сетей. Я так понимаю, добавятся те, которые у нас вверху. Нам нужно посмотреть на эту страницу, поэтому я добавлю логотипы. Добавлю задний фон. Ставить. Нажмем сохранить. Если мы сейчас посмотрим на сайт, мы сразу же видим заглушку. И здесь, конечно, картинку мы не можем растягивать. И картинку здесь нужно как-то затемнить, потому что цвет тут вот мы видим темный. Вот здесь вот. А, вот он таймер. Мы его видим. Тикает. То есть, туда действительно даже таймер тикающий. Его не видно из-за картинки. И социальные кнопки выводятся те, которые мы назначили в баре сайта. То есть, это YouTube. Вот они, синие. Поэтому здесь либо картинку не используем, либо прям забеляем ее. Нам ограничили здесь возможности по настройке фона. То есть, видите, нельзя растянуть картинку и так далее. Поэтому, чтобы не заморачиваться, я просто ее удалю. Давайте я сохранить нажму. Вот. Белая картинка. Так. Хотелось бы, конечно, загрузить сюда большое изображение. Хотя, возможно, у меня просто сама картинка маленькая. Нужно как минимум Full HD изображение 1920 на 1080. Да. Возможно, она растянется вот на этот экран. А так, логотип. Мы скоро откроем все социальные кнопки. Таймер. Опять же, вот эти моменты на английском языке. Часы, минуты, секунды. Это все надо, так как языкового файла нет. Пробовать переводить через константу самого Joomla. Надо пробовать. Потому что не всегда это срабатывает, перевод. Ну, или другой вариант лезть в языковый файл шаблон. Это, в принципе, несложно сделать. Найти просто в архиве с шаблоном папку с локализацией. Найти строки эти, которые выводятся. Вот именно вот это. И перевести на русский. И файл локализации обратно закачать на хостинг. Тогда эти моменты будут переведены на русский. Ну, как я и думал. Просто нужно было подготовить изображение нужного размера. Затемнить его, засветлить. Видите, сзади проглядывает картинка панды. Очень красиво. На весь бэкграунд. Full HD. На фотошопе я собрал. И вот она, картиночка, помещается. И текст читается. Все видно. Что касается мобильной адаптивной этой страницы заглушки. Здесь, вот, смотрите, в предпросмотре все хорошо. Экран перестраивается. Все нормально. Вопрос только в том, как теперь мне на фронтальную часть сайта попасть, чтобы я видел наработки сайта, а не страницу заглушки. Так, я сразу, смотрите, видите, перевел на русский язык. Дни, часы, минуты, секунды. И сразу покажу, как это сделать. Потому что новичкам будет очень сложно. Именно покажу вариант, когда вы через админку сайта это можете сделать. При этом шаблон Joomla может обновляться. И ваш перевод никогда не слетит. Всегда будет то, что вы им задали. Это делается через админку, через константу. Об этом был бесплатный урок. Но сейчас на практике я вам покажу. Потому что это действительно может быть сложным. Нужно просто правильное значение подобрать. И далеко не сразу у меня получается. Мне приходится повозиться, понять, проверить, чтобы это получилось. Смотрите, как это делается. Потому что вы с этим столкнетесь. Если даже заглушку не будете использовать, вы будете использовать, например, вход на сайт, а там тоже надо переводить на русский язык. То есть админка остается на английском, но какие-то моменты фронтальные, вот эти вот, то, что все люди видят, вы сможете сами подправить. Здесь я перехожу, смотрите, система переопределения констант. Вот видите, ссылка, так она называется. Я сюда захожу. Здесь у вас ничего не будет. Здесь нажимаете создать. Но прежде чем создать, вот здесь обязательно выбираем Russian Site. Сайт. Не панель управления, а именно сайт. И то по значениям, значения это вот дни, часы, минуты, секунды, вы не найдете нужную константу. Константа это вот часть текста, которая в языковом файле шаблона помечается вот таким вот образом, с нижним подчеркиванием и с капслогом. И я вам сразу подскажу, как сделать, потому что у вас сразу не получится. Я прям залез в шаблон. Вот смотрите, распаковал на компьютере архив с шаблоном. То есть вот он, шаблон. Потом зашел в template. И здесь вот будет файл локализации. Он вот здесь. Вот. Вы даже можете его весь перевести на русский, закинуть в корень сайт. И тогда весь админка и фронталка будет на русском. Открыл его через Notepad++, специальная бесплатная программа. Нашел эти файлы. Констант именно нашел. То есть вот он, фронтенд. И вот они, дни, минуты, часы, секунды. Только смотрите, здесь есть разные склонения. Есть там days, то есть дни, day, день. Их, по идее, тоже надо перевести. И мне нужно было подсмотреть, потому что там через админку это, ну это, скажем так, долго сделать. Поэтому я зашел прямо сюда. Нам нужно константу получить правильную. Вот это то, что я выделил. Это называется константа. Константа. А вот это, это текст константы. То есть, по идее, здесь перевод на русский можно добавить между кавычек. То есть так и переводят такие файлы. Все, что между кавычек, переводят на русский, сохраняют, закидывают на хостинг. И, по идее, должно быть все на русском. Но мы переводим, чтобы время много не тратить, только важные моменты, которые видят все люди. И вот, смотрите, я просто получаю константу, копирую ее отсюда. Здесь нажимаю создать. Естественно, не забываем, чтобы вот здесь у вас был выбран Russian сайт. Потом создать. Вот здесь, конечно, через поиск можно искать. Но в русском Russian языковом пакете или вот формате вы не найдете константу, потому что надо ее искать в английском языковом файле. То есть, например, сложный метод. Сайт, English именно. Создать. Здесь найти days. Искать же можно по значению. Вот оно, значение. А можно искать по константе, если вы знаете константу. Но теперь вы ее знаете. Найти нужную константу, определить ее здесь. Она вот здесь покажется. Скопировать ее, выйти отсюда. Перейти русский сайт. Создать. Добавить здесь константу. Добавить ниже. Перевод. Сохранить. И вот только для дней вы сделали перевод. Видите, тут не так все просто. Вот я сделал, видите, для четырех моментов перевод. То есть, для каждого значения, то есть, дни, часы, минуты, секунды, я сделал перевод. Вот вы видите. Helix Ultimate Days. Холлс часы. Минуты. Минуты. Секунды. Секунды. Вот как изнутри это выглядит. Константа. Вот такая у нее. Вот здесь перевод. Сохранил. Обновляю сайт. Видите, все на русском внизу. Но не забудьте, здесь есть склонение. Вот здесь это видно в языковом файле. Потому что days это дни, day, день. Вот это не всегда видно на сайте, но когда будет один день оставаться в таймере, вот здесь один день. Здесь внизу на английском будет написано день. Поэтому надо будет перевести вот эти строки все. Добавить через админку, через константу. Вот, например, через константу, видите, слово войти на сайт. Вот здесь я тоже перевел. Нашел его здесь. Вот он Helix Ultimate Single In Menu. Если что, константа вот так называется, чтобы быстро здесь это сделать. Войти. Войти на сайт. Вот здесь вот помечается, видите, Федор. И, кстати, видите, вот эти вот ссылки, профиль, логаут. Это значит, разлогиниться тоже через константу надо будет переводить. Так, но у нас все равно подставляется к адресной строке вот эта вот, видите, ссылка. Это подставление вот этой страницы заглушки. На самом деле, как-то странно работает страница заглушки. Всегда это работало так, что мы можем как администратора на сайте быть, а все гости ее видят. Причем даже в интерфейсном режиме мы не видим сайт, пока это включено. Возможно, эта заглушка создана просто сайт готов и до даты. Когда сайт будет просто официально открыт в какой-то день. Сайт готов, мы вешаем страницу заглушки. Вроде как похоже на то. Даже в документации у них здесь об этом сказано. Обратите внимание, вы можете использовать интерфейсный редактор, если вы включите режим «Скоро появится». Вы не можете использовать. Сначала вам нужно отключить его. То есть, вот получается, видите, мы не можем даже сайт редактировать. Но вы всегда должны знать, что в самой Joomla, в настройках в общих, мы можем переключить вот так вот «Сайт выключен». И там пользовательское сообщение, также картинку добавить. Будет выглядеть не так интересно, без таймера. Но вот эта история будет работать именно, что пользователи будут видеть заглушку. Но вы, как администратор сайта, сможете настраивать сайт, видеть сайт. Поэтому я здесь отключу. Здесь у нас с вами остается страница ошибки «Error page». Давайте посмотрим, как это может быть. Можем вызвать даже искусственно страницу ошибки. Например, после вашего домена слэш поставьте какие-нибудь цифры, которые… той страницы, которая не существует. Вот 404 – эта страница не найдена. Давайте загрузим логотип. То есть мы можем оформить даже страницу ошибки. Как я понимаю. «Save». Обновляю. И смотрите, даже страница 404 очень красивенько можно оформить. Общий фон какой-то подберите под вашу тематику сайта. Либо это конкретная картинка для страницы ошибки. То есть вот задний фон, логотип и ссылка обязательно перейти на главную страницу сайта. Вкладку «Basic» основные мы с вами разобрали. Следующая вкладка «Presets». Это цвета. У нас с вами заданная схема. Вы можете видеть активный пункт меню при наведении. Красный цвет. Иконки. Вот здесь тоже красный. В общем, везде на сайте можно видеть, например, теги у статей. В общем, все цвета у нас размещены здесь. Мы можем просто сменить пресет, кликнув по цвету. И мы видим пункты меню, иконки, также теги. И все вообще глобально на сайте цвета поменялись. Вот здесь цвета. Если нам, скажем, эти цвета не устраивают, но какие-то из них нам подойдут, то мы можем видеть напротив пресета карандашик. Видите, вот здесь появляется при наведении мыши. Это значит, что при клике всплывает окно, и мы можем задать, например, какие-то цвета нас устраивают оставить, а какие-то где-то поменять. Тут целый список цветов есть. Надо, конечно, здесь понимать английский. И давайте сверху попробуем Toolbar Background Color. Это заливка цветом. Toolbar – это верхняя серая полоса. И мы по кружочку видим с вами. Кликнув мышкой по кружочку, возникает палитра, где мы можем выбрать любой оттенок. Давайте, допустим, я ее сделаю темно-синий. Здесь есть кнопки Apple. Это применить. Вновь добавленные опции. И Reset to Default, то есть сбросить настройки по умолчанию. То есть как они были в этом пресете. Давайте нажмем Apple. Страница автоматически обновляется. Мы видим, бар у нас стал темно-синий. Соответственно, что здесь надо поменять? Если мы берем такой бар, то иконки должны быть видны. И информация вся. Она у нас… ну, не видно ее на синем. Тулбар TextColor – это текст на этом тулбаре. Вот мы это видим. Он у нас серый. Давайте попробуем сделать белый. Страница обновляется. Иконочки. Вот так вот легко мы можем подогнать разные элементы стиля, цвета под себя. Опять же, если вы дальше хотите понимать, каждая опция за что отвечает, если английский не знаете, просто копируйте текст, вставляйте в переводчик. По-другому никак. Либо дожидаться, когда будет локализация, либо самому переводить тему. А так очень быстро можно один раз все настроить, и все нормально. Давайте я сброшу настройки. Ок. Настройки, вот видите, сбросились по умолчанию. Также вы можете использовать Custom Style, то есть это полностью поменять все цвета, какие вам нужны. То есть если мы включаем этот ползунок, появляются новые вкладки, где все разбито в дополнительной вкладке. Tall Bar – это как раз верхняя наша с вами эта полоса, которую мы настраивали. Уже сможете ее настроить. Дальше отдельно настраиваете Header. То есть это белая заливка Background. Вот где у нас логотип. Все это находится в меню. Можно менять. А дальше само меню. Разные ее свойства. Там текст, ссылки при наведении, как она себя будет вести. Все цвета можно поменять. Body – это тело сайта. Центральная часть, контентная часть, где тоже можно цвета все настроить. Footer – самая нижняя часть сайта. Думаю, настроить это не составит труда. Мы с вами рассмотрели Presets. Движемся с вами дальше. Layout. Так, вот это уже поинтереснее. Здесь остановимся поподробнее. Это наши с вами позиции. По-другому места, где мы можем распределить контент. По умолчанию у нас уже заданы позиции. Мы можем их менять местами, удалять, блокировать на каких-то устройствах, чтобы они не отображались, добавлять новые, делить на колонки. Все это делается здесь. Давайте сверху начнем. Во-первых, вот этот вот title. Мы можем вот за эту иконку, видите, перемещать местами позиции модулей этих. Дальше мы можем видеть вот здесь такую некую иконку, три точки. Напротив каждого такого элемента, это по клику, разворачивается новая. Это опции этой колонки. То есть вот так вот мы видим три опции, разворачиваемые здесь. Вот этот вот компонент R, это мы здесь включать не будем. Это у нас вот здесь вот есть, видите, где MindBody, средняя колонка. Это контентная часть, она вот в одном месте должна быть, где размещается, например, блок, статьи и так далее. Но здесь есть другие элементы. То есть модульная позиция, она называется title здесь. Мы можем просто переназначить. У нас есть определенный список вот модульных позиций у этого шаблона. Мы можем просто выбрать любой список, переназначить в эту область. То есть получается она в самом верху, значит, это вот самая верхняя часть, скорее всего. Мы можем, как еще это посмотреть? Вот, например, перейти responsive, то есть адаптивность. Hide on phone, то есть скрыть на мобилке. Rage phone, то есть это разворот экрана, другой. Дальше table и desktop. Вот, например, head on on desktop. То есть, смотрите, например, скрываем. Apple. Да, но нам нужно сначала определить. Смотрите, у нас верхняя часть, это, скорее всего, у нас не меню. Давайте сейчас с вами это посмотрим. Я уберу обратно. Сейчас мы на примере какого-нибудь модуля с вами это посмотрим. Во-первых, мы же можем просматривать вообще модульные позиции на сайте, если вы не знали. Просто с фронтальной части сайта, где что находится, чтобы подсветить их, чтобы понять, где у нас какие модули расположены прямо сейчас. Давайте сначала подготовимся, перейдем в систему. Дальше перейдем в шаблоны сайта. Сайта. Настроить. У вас должно быть включено здесь просмотр позиции модуля. По умолчанию у вас всегда это отключено. Включаем. Сохранить изменения. После этого переходим на фронтальную часть сайта и к адресной строке. Наш домен. Касая черта. На английской раскладке клавиатуры. После этого пишем вопрос. TP. TP равно 1. Нажимаем Enter. И вот у нас подсвечиваются, видите, все модульные позиции. И мы можем так наглядно понимать, где какой контент, какой модуль, где скрыть, поменять, добавить и так далее. Смотрим. У нас с вами в Толбаре есть позиция ТОП-1. Вот здесь это видно название позиции. ТОП-2. У нас в эти позиции назначены социальные кнопки. В ТОП-2 назначена информация телефоны. И мы можем дополнительно туда что-то добавить. Видим, что логотип у нас никак не помечается. Вот эта полоса, она просто может быть отключена. Вы помните, мы шапку отключали. Меню. То есть у нас эта область, она не задействована в модульную позицию, которой я думал, что она находится в позиции Title. Хотел ее отключить. Она независимая здесь. Позиция Logo. Хотя позиция Logo у нас есть. Вот она. Лого. Позиция Logo. Она ниже находится. Значит, здесь другая позиция. Вот это лого, которое находится вот здесь, оно тоже у нас находится в независимой вот в этой плашке. Дальше позиция Left слева. Тоже какой-то контент можно разместить. Дальше здесь есть центральная позиция Content Top. Меню. И внизу есть позиции Content Button. И в подвале он, видите, как Button 1, Button 2, Button 3. Вот уже колонки есть, куда мы можем Footer 1, Footer 2. И независимая позиция, есть там Debug внизу. Но это есть она у всех шаблонов. То есть вы в каждую модульную позицию можете создать модуль Joomla, как мы уже с вами делали в Footer. Добавить разный контент. Например, если в 4 колонки надо там разное меню разместить, логотипы, тексты. Вот все, можно это сделать. То есть смотрим в сетку нашу. Видите, Button. Вот они, Button 1, Button 2, Button 3, Button 4. Вот они все эти позиции. Дальше Footer. Footer. Вот они тоже все здесь. Left, Right, все они тут находятся. У нас просто в позиции Title, как я понимаю, ничего не задано. Мы посмотреть здесь, что-то изменить, наглядно не увидим. Вот давайте, к примеру, возьмем у нас вот есть Footer. И там Footer 1 мы с вами назначали контент. Смотрите, я могу также, кстати, перемещать. Если что, заходим в Footer 1, вот три точки по поводу респонсивности. Вот, например, на дикстопе я хочу скрыть. Сохраняем. Дальше мы вот то, что подставляли к домену, удаляем. Нажимаем Enter, обновляем страницу. Вот мы видим, контент скрылся. Мы его скрыли на компьютере. Давайте посмотрим предпросмотр в мобильном устройстве. На мобилке вы видите, весь текст присутствует. То есть, вы можете таким образом скрывать модульные позиции, на разных устройствах. Давайте я верну назад, чтобы это все было включено. Дальше здесь General в главных настройках везде можно видеть. Ну, тут все уже понятно, я думаю. Здесь мы ничего, в принципе, не трогаем. Custom CSS Class это для тех, кто знает CSS, прописывает какой-то свой, какие-то стили к этому шаблону через класс. И здесь есть возможность задать класс, например, поменять дизайн к конкретному модулю через эту опцию. То есть, для обычных людей, для нас, когда мы пользуемся только настройками шаблона и больше там ничего не делаем, нам эти моменты, они нам даже здесь не важны. Дальше, Grid, вкладка, это сетка для разных устройств. Видите, Languidex, Desktop, Smaller Desktop, маленький компьютерная версия, Table, Planchet, Languidex, Phone. Это телефоны, разные разворота телефона. Изначально у вас будет вот так. Здесь это ширина колонки и от 1 до 12. Если я выставлю 1, посмотрите, вот здесь вот контент сужается. Вы видите? То есть, если нужно как-то где-то колонку сделать уже, это делается здесь, вот в этой сетке. Например, я сделаю 6. Нажму применить, страница обновляется. Видите, контент вытягивается. Вот эта вся строчка текста умещается, потому что я задал большую ширину этой модульной позиции. И тут для разных устройств вы можете это все настроить. Я верну как было здесь назад. Все. И это аналогично настраивается в каждой модульной позиции. Footer 2 и так далее. Дальше. Мы не рассмотрели вот эти вот опции. Здесь 3 иконы, вообще мы можем по корзинке вот здесь просто полностью удалить всю модульную позицию, если она не нужна. Любую здесь, да. Дальше. Иконка настроек. Также здесь есть 3 настройки. Здесь у нас идет назначение просто, ну, title. По сути, просто размечаем ее футер английскими буквами. Это понадобится, если мы будем добавлять внизу или где-то еще дополнительные модульные позиции, если нам не хватает здесь их. Сейчас мы это посмотрим. Дальше. Есть переключатель полная ширина. Вот этот переключатель. Если, например, хотим ставить интерактивную карту Яндекс или Google, чтобы она была растянута на всю ширину этой позиции, то можем это сделать и назначить туда через, например, модуль HTML, через Joomla, карту Яндекса или Google. Также поле Custom CSS. Дальше. Стили. здесь уже настраивается паддинг. Это внутренние отступы. У нас есть четыре стороны. То есть это вверх, низ, лево, право. Здесь, конечно, новичкам будет неудобно, потому что нужно понимать, какой момент, для какой. То есть методом тыка можете просто задать внутренних отступов. Допустим, нам здесь есть подсказка. Видите, надо как писать. Здесь стоит 0 пикселей. Допустим, делаем, ставим 50, дальше ставим PX пробел, потом я обязательно ставлю 0 PX, 0 PX и 0 PX. По другим сторонам не ставлю, то есть паддинг. Также есть margin, это внешний отступ. То есть вот это отступ будет внутри колонки, внутри модуля. И внизу есть настройки цветом. Здесь можно выбирать цвет. То есть этот цвет именно в этой позиции. Цвет текста это текст color. Потом link color это ссылки, цвет ссылкам в этой области футера. Дальше link hover color это цвет ссылки при наведении. Можно задать свой. Background color это заливка фона цветом. И background image это заливка футера картинкой. Есть кнопка загрузить картинку. Давайте пока что посмотрим. Я задал отступ 50 и посмотрим где он применится. Вот вы видите это отступ сверху. Стала немножко шире вот эта плашка. Таким образом вы можете здесь поиграться, посмотреть, если вдруг надо где-то задать какие-то отступы. если нужно отступить именно весь футер от предыдущего блока белого то мы задаем это margin отступ margin теперь можно поиграться допустим background color я хочу сделать посветлее нажимаю apply и вы видите нижние части становятся серого такого более светлого цвета то есть это отдельно мы настраиваем от цветовой нашей палитры это можно сделать если хотим вернуть по умолчанию просто убираем цвет нажимаем apply цвет возвращается думаю дальше просто поиграйтесь с этими цветами если хотите картинку также можете загрузить если картинку загружаем ну в данном случае footer то внизу мы можем выбрать повторять ли картинку вот это но repeat это не повторять repeat all повторять по x y повторять только по горизонтали по вертикали или вот этот вариант это уже с картинкой поиграйте дальше size размер картинки то есть это вмещать растягивать картинку и так далее и attachment так же как мы с вами делали с бэкграундом заднего плана зафиксировать ее прокручивать именно в этой модульной позиции и select on options выравнивание картинки слева сверху слева по центру слева button это снизу центр top это центр вверх центр 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 и так далее гибкие настройки дальше responsive адаптивность скрыть весь футер на каких-то устройствах если нужно просто переключателем скрывается вот так это все здесь просто настраивается дальше уже интересная вот такая иконочка которая встречается на каждой скажем уровне наших позиции модулей нажимая на нее это соотношение колонок и количество колонок больше меньше сделать одну и так далее например у нас футере две мы хотим добавить туда еще одну выбираем например вот 4 на 4 иконочка нажимаем и появляются дополнительные здесь его естественно не видно потому что в ней нет контента дополнительно размечаем область для нового модуля для нового контента туда если нам в эту область это нужно то есть назначена модульная позиция здесь у нас нон стоит не размечено нам здесь надо будет какую-то свободную позицию из предложенных выбрать которая не задействована другим контентом ну я не знаю к примеру возьмем топ 3 вот она здесь помечается топ 3 хотите вернуть назад просто я выбрал 6 на 6 колонки и footer 1 footer 2 вернулись также здесь можно задать и custom кликнув сюда выбрать соотношение колонок но так чтобы у нас получалось не больше 12 в сумме потому что здесь построен шаблон по принципу 12 колоночатой верстки даже здесь сложите 6 и плюс 3 плюс 3 получится 12 то есть в этом диапазоне 12 колоночатой верстки вы можете соотношение колонок выбрать где-то нужно маленькая где-то большая пошире и у нас если то есть вам не хватает из этих предложенных вариантов то есть возможность здесь произвольные кастомные варианты теперь что делать если нам нужно добавить целый ряд модульных позиций где-то между этими рядами наводим мышь видите плюс появляется везде нажимаем по плюсу вот она помечается но он все назначаем позицию назначаем сколько сколько там будет ячеек под контент это может быть одна ячейка и по корзиночке вот так вот можно удалить ну и также снизу также если снизу надо добавить снизу добавляется дальше изюминка этого шаблона или даже сердце этого шаблона это крутое меню настройка мега меню не надо прибегать к каким-то сторонним расширениям если хотим сделать мега меню мега меню это что-то выпадающий список но только может быть разбит на несколько колонок и там может быть разный контент картинки акции дополнительные пункты меню видео все что угодно мы добрались до следующей вкладки меню вот у нас здесь есть три вкладки во-первых здесь выбрано вы можете выбрать из ваших меню какое будет назначено сюда в нашу шапку дальше мы видим все мои созданные менюшки через админку джумл который я создавал который мы видим вот здесь дальше отсюда прям add new item мы можем добавить вообще прям новый пункт меню прям отсюда то что мы это делали только с джумл можем прям отсюда тоже добавить так другие вкладки позже посмотрим и самое здесь крутое например какой-то пункт меню должен при наведении вызывать окно где будет разный контент допустим вот у меня есть пункт статьи второй над каждым пунктом смотрите при наведении есть иконка редактировать пункт меню удалить его и иконка мега меню видите при наведении показано нажимаем на нее и тут самое интересное начинается сначала мы включаем мега меню переключателем вот так это включается вот в эту область add new row мы добавляем соотношение колонок где разместим сейчас контент вот в этот мега пункт меню под статьями допустим я хочу выбрать три колонки здесь это по аналогии действует как мы только что с вами лайаут смотрели здесь делается то же самое выбираю три колонки вот у нас помечаются три колонки пока оставляем их такие вы поняли что здесь можно добавить еще и еще и еще дальше меню ширина 600 пикселей этим можно играться если вдруг мы как-то не умещаемся сюда именно вот этой подложке если вы пока что не понимаете где это будет смотреться как это будет отображаться мы сейчас с вами это все проверим show menu title показать ли title menu то есть заголовок оставим показать дальше alligen meter то есть это будет как слева по центру right справа или full полная ширина пока оставляем как есть дальше icon это иконка есть список опять же нужно понимать мы визуально это не видим мы можем только выбрать и потом уже на сайте посмотреть иконка блога как это выглядит что за иконка дальше есть поле для custom class оставляем пустым beige это некая такой бэйджик где может быть текст например напишу я хиты дальше слева или справа он будет оставляем пока справа и дальше beige background то есть это заливка цветом вот для этого бэйджи давайте я сделаю заливка цветом ну пускай будет красный и beige текст если красный тогда надо делать текст белого цвета это мы только с вами подготовились нажимаем save на этом уровне мы получаем смотрите иконочку вы видите иконочка которая блок она поставляется здесь дальше лейбл красный и слово хит здесь то что мы сделали маленькая стрелочка говорит о том что при наведении мы видим уже всплывающая подложка но пока там ничего нет давайте туда зададим информацию я предлагаю это сделать ну через модули пройдем с вами в панели управления пройдем модули создадим html то есть создадим три модуля назову просто один заголовок скрыть допустим мы вставим здесь какую-нибудь картиночку нажимаем контент cms здесь выбираем медиа я выберу какую-нибудь картиночку ну допустим свое лицо выбираю вставить картинка размещается состояние опубликовано позиции можем не выбирать сохранить закрыть дальше я создаю второй модуль называю заголовок 2 все то же самое опубликовано здесь можно сделать так сохранить и создать создается третий модуль ну пускай тоже текст заголовок скроем сохранить закрыть мы создали три модуля 1, 2 и 3 позиции не выбрали они у нас опубликованы далее мы возвращаемся в меню здесь выбираем в каких колонках какой контент я предлагаю в первый и второй текст а в третий картинку нажимаем здесь по плюсу вот наши модульные позиции есть поиск если модуля очень много по заголовку модулей мы можем найти все модули которые включены они здесь и которые по-моему отключены тоже insert вставить вот модуль 1, 2 и 3 1 мы вставили с вами здесь видите можем туда же в эту же позицию еще добавить вот он появляется плюс во второй колонке я вставляю второй модуль третий третий сейф сейф и сейф иду на фронтальную часть сайта при наведении у нас в принципе все получается немножко я не так хотел сделать картинку хотел поместить вот сюда но просто я неправильно их распределил модули эти и здесь можем поиграться да то есть вот у нас есть получается тексты картинки и здесь можем очень круто оформлять кстати скажу если вы будете в связке использовать этот шаблон с SP патчбилдл конструктором то там можно красивенькие кнопки оформлять через модуль и вот так вот в меню все здесь выводить давайте поиграемся из того что мы здесь имеем во первых у нас меню улетело вниз потому что места мало здесь надо либо поиск либо шире шапку делать или поиск удалить или ну вот например гамбургер сейчас мы с вами удалим отсюда потому что это только для мобилки здесь его не надо располагать или мы используем меню либо гамбургер только используем вместе их использовать смысла нет возвращаясь в настройки смотрите олиганметр например вместо full я выбираю центр давайте посмотрим что это даст достаточно кстати apple нажать вот сюда нажимать save не обязательно настройки применяются вот уже поинтересней смотрится потому что туда далеко улетало единственное что я бы это сделал пошире если это центр здесь еще есть left right позиция вот здесь вот давайте попробуем сделать 800 save пойдем обновимся вот сделали эту плашку пошире и вот уже вот так бы я оставил контент единственное что я бы поменял местами то есть первый я хотел вот здесь поместить ну давайте так и сделаем по крестику вот здесь модуль удаляется добавляем здесь первый а здесь я добавляю третий думаю здесь понятно так здесь мы с вами разобрали следующая вкладка мега меню у нас с вами по умолчанию мега меню и оф канвас вот это вот гамбургер вот эта штука это и есть так называемый оф канвас дроп даун выпадающая ширина 240 это вот этой штучки например делаем 350 можно выбрать разную величину то уже то должно по идее эта плашка должна быть шире я предлагаю здесь выбрать мега меню что происходит меню во первых поднимается наверх потому что места для него хватает мы убрали иконку гамбургера для компьютерной версии если мы здесь посмотрим на планшете оно есть и на мобилке тоже вот это вот меню здесь все ровненько а здесь меню вот так но есть вариант еще оставить только оф канвас меню прячется тогда прямо на компьютерной на всех версиях будет вот эта иконочка то есть вот это самый оптимальный вариант на мой взгляд анимация выпадания ну здесь немного вариантов на самом деле это анимация не для мобильного меню а вот для всех вот этих вот видите вот она зум это увеличение из середины начинается вот видно ротейт сейчас вы увидите ротейт это поворот вот она видите поворачивается ну и пульс пульсирующий то есть она так немножко подпрыгивает как бы ну мне нравится в принципе этот вариант анимации немного но они есть да я тут немного ошибся вот это вот скорее всего дропдаун ширина это не для офф-канвас а наверное выпадающие пункты меню если тут добавить обычные же вложенные подпункты мы можем просто добавить через джуму ну и скорее всего вот эта ширина для них дальше идет офф-канвас тут тоже интересно есть три макета выпадать будет как слева или справа на выбор давайте я перейду на другое устройство во-первых это иконка положение иконки либо слева либо справа то есть она и слева и выскакивает и слева отображается но обычно это у нас справа дальше у нас вот рамочка подсвечена это то что выбрано есть другие варианты то есть у нас каждый пункт меню подчеркивается следующий макет это выравнивание ну центр олеган всех пунктов на ваше усмотрение чисто визуально как больше нравится я оставлю наверное вот этот вариант единственное что у нас мега меню я так понял здесь так это задумано или запланировано в общем надо задать вопрос разработчикам по идее мега меню здесь тоже должно быть оно вниз должно разворачиваться это реально нормальная тема это работает это может быть адаптивным пока не вижу видите у нас тут нету мега меню то есть это работает пока только на компьютере то есть пока остается вопрос дальше максимум level то есть максимум это у нас для менюшек обычно это все оставляем все и вот интересно можем сюда включить enable search то есть мы сюда можем включить поиск тот который у нас на компьютере выводится да но этот поиск он от шаблон у нас идет дальше enable login мы можем сюда включить вот в этом мобильном меню ведь иконка появляется иконка авторизации перебрасывать на страницу если человек что нажмет для авторизации так но я это вводить не буду дальше show social links показывать ли социальные вот эти вот нами выбранные иконки которые для компьютерной показали вот они автоматически внизу помещаются до местами их тут менять не получается они тут залипают вот ниже меню например если хотите перемести это не конструктор у нас с вами это просто шаблон и тут конечно не все так гибко шоу контакты это показать контакты давайте посмотрим внизу у нас отображается все телефоны ну конечно на мобилке это тоже оставляем потому что хотя у нас вверху то эта шапка она показывается это если вы сайт бар вот этот отключите на мобилке ли вообще не выводите вот этот бар верхней серый тогда вы здесь выводите эту информацию я наверное оставлю уберу все это оставим только поиск причем в мобильное меню вы можете вывести другой совершенно меню созданное в джумла вот здесь это показывается вот нижнее меню вы видите у меня другие пункты вообще выпали здесь скажем на компьютере у нас вот это меню на мобилке у нас совсем другое меню я верну на место далее типа графика это все что связано со шрифтами все у нас отключено то есть body центральная контентная часть heading 1 то есть заголовок первого уровня 2 до 6 навигация включена у вас по умолчанию шрифт можно выбрать из предложенных лучше использовать системные шрифты данном случае эрил стоит google шрифты тормозят сайт не рекомендую использовать здесь навигация это там 123 внизу переход по страницам то есть для этой части можно настроить насыщенность шрифта размер шрифта цвет другие параметры выравнивания подчеркнуто зачеркнуто есть возможность выбрать кастом произвольный шрифт ну или давайте посмотрим на практике body если включаем то будут применяться шрифты вот допустим выбираем эрил страница обновляется шрифт меняется допустим вот цвет давайте возьмем красный причем это меняется и хлебные крошки и заголовки и текст сам вот он красный то есть автоматически во всей контентной части вот вы видите он меняется например все заголовок большой точнее размер 36 делаем но меняется не только к тексту применяется но этот размер но и к хлебным крошкам да вот ко всему контенту body например чтобы понять к чему еще применяется можете перечеркнуть видим меню не трогается видим перечеркнутые хлебные крошки заголовки подробнее сам текст перечеркнутый то есть это что просто понять к чему применяется выравнивание все это работает для заголовков например первого уровня это заголовки все которые помечается h1 в статьях тоже допустим если я провалюсь какую статью вот она статья это заголовок статьи называется статья если я возьму красный вот видите h1 уровня тоже пометят все здесь это работает у нас можете настроить это конкретно под себя дальше все по аналогии вы я думаю здесь разберетесь дальше переходим на вкладку блок у вас должны быть какие-то залиты статьи вот у меня несколько статей есть и как здесь работает смотрите первое это размер изображений здесь у вас будут другие параметры стоять я тут игрался с настройками как они применяются смотрите во первых при создании статьи если вы загружаете изображение суда прям либо вот сюда изображение анонса либо полной статьи для них это опции вот эти опции не действуют к этому шаблоны есть своя вкладка опции где вы загружаете основное изображение статьи здесь также здесь можно прописать alt для изображения это для себя оптимизации и выбрать формат сейчас стандартный можно выводить видео появляется поле для ввода url для видео подгрузить изображение еще галерея это будет все подставляться в миниатюру и галерея и видео или аудио ни разу не пробовал некий код с какого-то сервиса который предоставляет то есть дает возможность аудио треки загружать и предоставляет код чтобы вы могли код здесь вставить могли бы здесь подсказку написать какие сервисы поддерживает а так сиди гадай какие сервисом поддерживать ну или это просто любой код музыкального плеера видимо поддерживает любой какой-то player вообще смотрите как это работает вот у меня есть изображение вот эти вот видите большие они загружены по умолчанию в джуму в статьях на них я воздействовать не могу вот это изображение она залито именно вот отсюда вы это видите и смотрите если вы хотите выбирать какой размер где будет отображаться то вы ставите просто галочки включайте все здесь можете выбрать там большой размер 1280 на 720 например как вот это изображение или оставить по умолчанию размера то что вы здесь выставите пока ничего здесь не применится я сейчас объясню как это работает внизу crop вот это кстати это качество изображения можно здесь сделать 80 чтобы изображение так сказать урезались по качеству и меньше весили но тут нам говорится что это работает только для jpeg картинок значит эта опция устарела ее надо либо модернизировать либо удалять вообще отсюда потому что сейчас все уже используют vp формат современный который очень быстрый нам это здесь поэтому не интересно смотрите а вот как раз дальше лист лист это вот как раз таки то что относится к анонсам статей то есть это страница где вот так вот вываливается часть статей анонсы статей вот для вот этого как раз вы выбираете смел это маленькое изображение но тут по картинкам видно чуть больше чуть больше и лэнг большое и вот от этого зависит как раз таки то что вы здесь включите надо включить все галочки то есть вот это самое лэнг это самое большое снизу и помог идет это снизу вверх то есть здесь размер самый большой 1280 на 720 тут поменьше 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 но и тут поменьше а потом вы перейдете сюда и для анонсов статей вы просто кликайте выбирайте какое будет изображение именно вот для этих но существующие статьи вы не увидите изменения абсолютно даже если вы изображение загрузили отсюда потому что надо сначала выставить настройки а потом пойти в статьи удалить загрузить заново в каждую статью изображение то есть crop применяется только после того как настройки вы уже выбрали а после надо загружать изображение статьи тогда вы увидите изменения которые вы выбрали здесь и которые вы назначили здесь вот так вот это замороченно работает я считаю что это надо было им все перерабатывать когда у них вышел этот новый шаблон на джумал 4 и на мой взгляд это все очень криво потому что либо тут читать документацию то есть интуитивно непонятно пришлось сидеть и копаться как это работает ниже вот это вот это изображение для главной статьи я так понимаю которая в самом верху последняя добавленная статья для нее тоже можно выбрать изображение которое также если вы вот так выбираете относятся размеры отсюда будет подставляться дальше хай текс и нам говорится что скрывается только на странице анонсов то есть если вы вводите метки добавляя через статьи вот они хотите их скрыть но на самом деле они почему-то не скрываются я не понимаю то ли это баг а кстати джун шеппер у них есть такой недостаток очень часто я встречаю в конструкторе в шаблоны у них какие-то недочеты баги не было ни раз такого чтобы у них все работало идеально не знаю то ли это мои недоработки но кэш у нас не может действовать на сайт мы зашли в браузер в режиме инкогнито внутри в админке кэш не включен поэтому это не в кэше дело и теги мне почему-то не прячется то есть такое ощущение что эта опция не работает поэтому вы либо теги добавляйте в статью либо нет если не хотите чтобы они отображались здесь мы с вами посмотрели дальше мы переходим в детали эти изображения относятся уже к развернутой статье то есть когда человек провалился в статью вот к этому изображению развернутая статья и также выбираете вот так вот изображение опять же этот размер будет браться отсюда это же изображение не будет видно если вы она они уже загружены все изображения доберутся именно отсюда дальше смотрите поделиться в соцсетях в блоге тоже устарелая тема нет абсолютно то есть только забугорные соцсети ничего не предусмотрено поэтому здесь можно просто либо вот убрать какую-то определенную соцсеть либо просто их вообще скрыть чтобы они не отображались можно использовать отдельный плагин для joomla который будет вводить социальные кнопки там с русскими социальными сетями вконтакте там и так далее отключить disable modules это колонка left right если выводится можно отключить переключателем информация об авторе отображать или нет вообще в блоге такое надо отображать и она будет отображаться если вы использовали плагин joomla профиль пользователя и там добавляли изображение давайте посмотрим обновлюсь у меня здесь есть информация то есть вот так вот картинка gravatar тянется от мл то есть к мл под подвязывается фотография gravatar сразу хочу сказать вот эти все вещи они тормозят страницу иконки gravatar они тормозят страницу немного но тут тормозит там тормозит и в итоге сайт тяжелый так что я бы такое наверное не включал информации здесь больше нет но там в плагине наверное можно добавить какую-то информацию в самой в joomla информация о пользователе очень на ваше усмотрение с пользователями нет включить open graph разметку для фейсбука и твиттера для чтобы это работало нужно будет айди получить от фейсбука и twitter username поставить здесь если вы это используете не знаю актуально ли сейчас или нет это все заблокировано в россии будет ли это работать но это как это работало получается когда мы делились ссылкой нашего сайта и если open graph настроен то подтягивались данные картинки заголовки описания например на стене фейсбука либо нас в твиттере то есть это прикольная штука такая вот не знаю работает ли это с русскими соц сетями сейчас можно просто включить возможно автоматически будет подтягиваться вконтакте не знаю надо проверять вот это вот кстати ниже смотрите опция это прикольная штука что здесь это добавили это прогресс то есть где находится человек когда статью прокручивает вниз если статья длинная включаем цвет этого бара то есть и такая полоса будет наверху появляться при прокрутке цвет меняете на любой сейчас мы с вами посмотрим вот это у нас это толщина она 5 это прям маленькая давайте я сделал 15 чтобы мы прям ее видели и сделаем ее каком-нибудь розового цвета что прям ее было видно ну и позиции можно либо снизу либо топ это вверху вверху отображать этот бар эту полосу я уже смотрел да и это работает только внутри статьи это не работает в списке статьях вот я пришел внутрь статьи смотрите вот видите статья короткая видно полосу эту я прокручиваю вот и она появляется прикольная штука такая такое я бы оставил дальше релиз артикл показывать ли напишу здесь еще там допустим здесь можно писать что еще посмотреть почитать или все что угодно заголовок надо статьями внизу но такое часто в блогах используется чтобы человека заинтересовать и чтобы он остался на сайте дольше внизу под статьей в развернутом виде есть подтягиваются еще статьи и дальше number of columns в три колонки делить статьи можно попробовать поставить меньше больше number of articles надо тоже смотреть что это такое это я не трогал и articles view type тоже надо играться смотреть что это такое я это еще не смотрел но самое важное что здесь вот подставляется видите еще и вот у меня три статьи с такими картинками возможно это последние добавленной статьи то есть кликнув по ней я провалюсь уже в другую статью вот это прикольно что здесь это есть конечно же так что оставляем и full ширина вот это вот давайте посмотрим здесь смотрится не очень хорошо полная резиновая вот так вот видите растягивается без за отступов без рамок и это только внутри получается да видите здесь анонсы статей у нас как бы имеет зазоры но внутри статьи все на всю ширину на ваше усмотрение и comments то есть у нас по идее нет возможности давайте здесь сохранюсь нету возможности оставлять комментарии в джумле нету родных комментариев надо устанавливать какое-то расширение здесь есть возможность подключить сторонние сервисы есть такие дисказ для этого нужно это все забугорные сервисы я даже не знаю сейчас заблокирован он или нет на нем надо зарегистрироваться прописать тут каким категориям будет относиться прописать юзерные и другие вот две опции здесь надо смотреть ко всем статьям будет добавлена формочка комментариев стороннего сервиса сразу хочу сказать что это все тормозит сайт ну не знаю там у них подгрузка идет такой предзагрузчик это надо смотреть уже через google page speed inside будет ли это тормозить но скорее всего будет есть какой-то другой сервис не знаю даже такой и от фейсбука комментарии от фейсбука тоже можно тоже с небольшой настройки можно здесь повесить от вконтакте конечно к сожалению нет так дальше опции кастом код и здесь нам показывается это очень хорошо добавить кодов head в боди в начало боди в конце боди кастомный код и кастом я вас крипт код поля для ввода кодов и большинстве случаев вы будете использовать здесь например счетчики аналитики вот яндекс на придает метрику говорит он поместить например вход тогда просто код метрики вставляете все и на весь сайт подключен код без всяких плагинов без всего это удобно что здесь это есть это хорошо следующая вкладка advanced достаточно важная вкладка но с ней нужно быть аккуратным например здесь есть вот моменты для ускорения сайта compress css файл то есть сжимать css объединять файлы css и также compress javascript файл то есть здесь только есть переключатель и включение но для я вас криптов есть возможность появляется поле для из клуб это исключить я вас крипты есть подсказка но я вам так скажу что если вы новичок вы не сможете добавить скрипты исключения которые не надо сжимать то есть которые например ломаются не работают и их надо исключать весь сайт например чтобы он компрессе работал но на исключенный файл не работал это нужно понимать и знать как добавлять исключение поэтому для многих это будет темный лес можно пока только просто включить посмотреть как работает сайт если вы используете разные какие-то расширения на сайте возможно будут проблемы если будет что-то на сайте не работать тогда придется просто отказаться от каких-то из этих опций дальше следующая опция тоже для компиляции css файлов нам тут говорится что если у нас в рабочем режиме сайт уже находится эту опцию они рекомендуют отключить следующая вкладка нам позволяет enable включить фон и вы сам это иконки шрифтовые иконки по умолчанию меня включена у нас вот эти иконки получаются социальных сетей вот видите они прячутся потому что мы их отключили поэтому мы их не отключаем если мы их используем если вы не используете нигде фонд и вы сами конки то обязательно это отключайте вот эти иконки тоже видео пропали где телефон и почта потому что фонд сом тоже может тормозить сайт поэтому если вы не используете лучше отключить дальше google фонд api здесь тоже есть подсказка и ссылка как перейти и получить нужный айпи проставить в этом поле для google фонс если используем но google фонс тоже тормозит сайт лучше использовать системные шрифты их там немного вы видели эрил там вердана и так далее и возможность загрузить свои шрифты нам не дают в этом шаблоне а было бы очень хорошо чтобы нам давали причем кстати вот эта иконка тоже прячется если вы используете стрелка ведь появляется мега меню или просто меню вложенного уровня нам в любом случае надо включать фонтами сам иначе стрелка тоже не работает если у вас простое меню без стрелок без всего тогда конечно фонтами сам лучше отключить имидж лэйзи лоуд это плавная подгрузка изображений тоже направлена на производительность на то чтобы сайт быстрее загружался и я рекомендую это включать изображением плавно проявляется когда она в поле видимости человек экрана у человека то есть он прокручивает изображение быстренько подгрузилась тем самым сайт быстрее в целом загружается дальше импорт и экспорт настроили сайт можно импортировать настройки на компьютер на другом сайте если используете тоже шаблон пройти в эти опции на втором сайте и загрузить файл настроек суда и все настройки применится чтобы два раза не настроить одно и то же то есть если сайт у вас одинаково должны быть настроены одинаково настроены шаблоны дальше analytics есть возможность добавить google аналитики аналитику айди если вы используете google аналитику ну все обычно используют яндекс метрику поэтому нам это не подходит если только вы используете google аналитику то да туда можно добавить очень удобно айдишник и все будет подсчитываться все поведение на сайте кто зашел откуда зашел на ваш сайт и так далее также у вас есть возможность помечать конкретные страницы стилистикой смотреть вот видим как выглядит сейчас главная страница если я перейду на статьи то она помечается синим подставляется слово тест это находится почитает а то есть в меню давайте посмотрим то есть заходим меню например вот у меня статьи переходим на вкладку вот почитает а увидите дополнительную опции и не был почитает а у например я включил напишет написал слово тест для именно только вот этой странице вот она подставилась дальше page субтайтл дополнительный текст можно подрубить хейдинг то есть заголовки h1 от h2 уровня и background color можно задать давайте какой-нибудь попробуем и background images загрузить с медиа менеджер какую-то картинку давай сначала посмотрим с цветом то есть это было по умолчанию синий цвет вот она желтый цвет сейчас только для страницы статьи то есть любая другая страница она будет по умолчанию белая то есть вот так еще можно под под пометить такой полосой разные статьи вот с этим опции поаккуратнее это говорится что заголовок либо помечать h1 h2 уровнем стать 21 лучше не включать так как заголовок h1 должен быть один раз на одной странице h2 сколько угодно это правило все оптимизации сайта еще нужно понять какой заголовок он помечает потому что смотрите если мы находимся в списке страниц то вот этот у нас заголовок первого уровня а заголовки статей тест вот этот тест у меня заголовок вот этот заголовок это все 2 уровня так и должно быть ну и background это должно быть заливка картинки вместо вот этого желтого скорее всего давайте загрузим проверим как это будет смотреться ну так и есть дублируется автоматически вон сзади видите картинка помечается вот в эту полосу на этом видео я заканчиваю вроде бы все рассмотрели в этом шаблоне надеюсь он вам понравился надеюсь понравился обзор у вас а теперь не возникли трудности при создании сайта если что комментарии приветствуются на сайте fedor васильев точку ком соответствующей статье если вам что-то понравилось можете прокомментировать мне будет это приятно видеть я с вами не прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео пока пока друзья субтитры сделал DimaTorzok